МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ульяновском областном центре специализированных видов медицинской помощи впервые провели операцию по пересадке почки пациентки от умершего донора. Об уникальном опыте ульяновских врачей, а также о том, как чувствует себя пациентка, расскажет Наталья Чумаченко. 7 февраля в 6-е хирургическое отделение БСМП поступила женщина средних лет с диагнозом хроническая болезнь почек 5-й стадии в исходе хронического пилонефрита. В этот же день пациентке была выполнена трансплантация почки от посмертного донора бригады хирургов. Такая операция прошла впервые в Ульяновске, пересадка почки от посмертного донора. Она проходила по экстренным показаниям в ночи, поскольку консервация органа не позволяла ждать до утра и днем, то есть оперировали ночью. Операция прошла штатно. На данный момент с пациентом все прекрасно. На гемодиализе мать двоих детей, инвалид первой группы, находилась с 2013 года, а болела почками 7 лет. Операция давала Евгении единственный шанс начать здоровую и счастливую жизнь без каких-либо ограничений, поэтому женщина встала на очередь по пересадке почки. Сложнейшие манипуляции на хирургическом столе длились 4 часа. В итоге операция прошла успешно. Сейчас состояние пациентки стабильное, период реабилитации пройден. Все показатели по биохимическим анализам у женщины пришли в норму, как у здорового человека. Интенсивное наблюдение за ней продлится еще год. Жидкости нет, сколько хочу пить. Можно все кушать уже, то есть себя не ограничить ни в чем. Уже это все по-другому. Вообще, замечательно. Ну, вообще, другое ощущение будет. Намного лучше, чем было. В апреле 2018 года был дан старт проекту развития трансплантологической помощи в Ульяновской области, который внедряется по инициативе губернатора Сергея Морозова. За это время в БСМП проведено 5 операций по пересадке почки. В планах выйти на новый уровень, показатель 20 операций в год. Лист ожидания по пересадке почки в Ульяновской области сегодня работает. А это значит, что можно не ехать в Самару, Казань, Оренбург и Москву, а прийти на консультацию БСМП и встать на очередь. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Несмотря на довольно холодную погоду, в Ульяновск все же пришла весна. Снег почти сошел и обнажил некоторые проблемы. После вывоза дорожного смета стало видно. Ульяновские дороги пережили эту зиму несколько хуже, чем предыдущие. Почему это произошло и что собираются с этим делать городские власти в нашем сюжете. Автолюбители в социальных сетях и в разговорах опять ругают дороги. Иногда это происходит по привычке, иногда проблема действительно есть. Однако дорожные работы уже ведутся пока литым и холодным асфальтом. Эту зиму ульяновские дороги перенесли немножко хуже, чем обычно. Причина – обилие соли, которыми посыпали дороги всю зиму. Однако с этим можно и нужно бороться. И городские дорожники уже этим занимаются. Дорожное покрытие обследовано, ремонт проходит круглосуточно. Пока ямочные, но городские дорожники заверяют, как только столбик термометра стабильно поднимется до 10 градусов, заработают асфальтные заводы и работы вступят в новую фазу. Кроме того, администрация города судится с подрядчиком, ремонтировавшим покрытие императорского моста. С 15 апреля, с 10 апреля даже, мы приступим уже к повторному обследованию. Думаем, что за неделю основание уже полностью просохнет. Начнем обследовать участки и формировать планы ремонта горячим асфальтобетоном и струйно-экционным методом. В настоящее время завершается подготовка оборудования. У нас будет создано 9 бригад под горячий асфальт и 8 бригад под струйно-экционные машины. Ведется закупка недостающей техники. Разрушения, по словам специалистов, в основном произошли на неремонтированных участках. Там, где был ремонт, недочеты уже устраняются подрядчиками по гарантии. Затраты по ремонту императорского моста подрядчик возместит по суду. В целом, ситуация на дорогах областного центра не выглядит катастрофичной. Кроме того, средства и техника для ремонта есть. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Тем временем областной центр начинают приводить в порядок. Коммунальные службы начали очищать дорожные ограждения и светофоры. В этих мероприятиях задействовано 7 бригад. Продолжается влажная уборка дорог, бордюрного камня, тротуаров и остановок. С помощью дорожного пылесоса «Джонстон» организовано вакуумное подметание центральных улиц. Запланированы ремонт ливневых колодцев. Агентство стратегических инициатив представило проект «Кадры будущего для регионов». В нем приняли участие 150 ульяновских школьников. Они создавали социальные программы, сотрудничали с предприятиями и даже пробовали себя в индустрии туризма. Свои работы участники презентовали опытные комиссии. О том, как все прошло, смотрите в нашем материале. Наступил самый волнительный момент для участников проекта «Кадры будущего для регионов». В культурном центре форума активные старшеклассники представили работы на суд авторитетного жюри. Свои презентации показали больше сотни ребят. Одни предлагали новые способы развития ТОСов, другие же занимались социальными проблемами. Идеи учеников 74-й школы направлены на развитие туризма. Их проект может стать интересен даже иностранным гостям. Кадеты МЧС Алина и Анатолий решили создать аудиогид по топовым достопримечательностям региона. Важность нашего проекта заключается в его самофинансируемость. То есть мы используем подручные материалы для создания аудиогидов. Но в дальнейшем мы хотим улучшить качество нашего контента. И тем самым получается использовать более профессиональную технику. Презентация проектов, которая состоялась 3 апреля, оказалась промежуточным мероприятием. Далее лучшие из ульянских кадров смогут представить свои проекты на столичных площадках. На самом деле качество проработки проектов очень разное. Все зависит от того, как наставники и тютеры смогли помочь ребятам. Насколько ребята погрузились в профессиональные пробы, стажировки. Ульяновская область стала одним из первых регионов, подхвативших новую инициативу. Свежие кадры начали ковать в Тюменской, Пермской, Тульской, Новгородской и Московской областях, а также в Республике Татарстан. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости ульяновской правды. Снег понемногу сходит. Дачники готовятся к летнему сезону. Кое-где, однако, жизнь не замирала и зимой. В садовом товариществе «Восход» всю зиму шли проверки МВД и прокуратуры. Они, кстати, не закончились и сейчас. Причина – обеспокоенность собственников дач попытками рейдерского захвата их товарищества. С проблемой разбирался Павел Половов. Цветущие сады, возделанные грядки, уютные маленькие домики и семейный отдых могут кануть в лету, считают садоводы СНТ «Восход». С прошлого лета в товариществе происходят непонятные вещи. СНТ «Восход». Волжский склон давно привлекал дачников близостью к Волге и одновременной близостью к центру города. Дачники здесь были с незапамятных времен. Теперь, как они считают, их пытаются вытеснить с насиженных мест. На выгодное географическое положение земель товарищества обратили внимание третьи лица. И, как говорят владельцы шести соток, в методах они не стесняются. В прошлом году, летом, у нас появилась группа лиц, во главе с председателем, который действовал на тот момент, пытающиеся прорваться в правление. Вместе с председателем они подготовили документы, которые вышли в разрез нашему уставу. И, соответственно, вот на основании этого правлением, которое существовало на тот момент, и членами СНТ было написано обращение в прокуратуру. Произошло это осенью в октябре. Через несколько дней в СНТ начали гореть дачи. Владельцы дач связывают пожары и обращение в прокуратуру в единую цепочку. Однако это только догадки. Точку в деле поставит следствие. Тем не менее, за свои домики люди не на шутку боятся. В 90-х в Ульяновске горели киоски. Криминал воевал за бизнес. Теперь в центре города горят дачи. Интересно, кто с кем воюет теперь? Дачники говорят о рейдерском захвате их земли. В этом году в товариществе проведут газ, что значительно увеличит стоимость земли в СНТ. Пока еще ее можно приобретать за бесценок. На скупленных участках возникают непонятного рода постройки. Возводимые фундаменты мало походят на садовые домики. Это скорее рестораны или дома отдыха. Современным землевладельцам мало шестисоток, которые раньше были положены дачникам. Поэтому они стараются скупить несколько участков, расположенных рядом, и построить себе небольшое поместье. Такие участки не продаются. С дачниками согласны и в районной прокуратуре. Несмотря на то, что МВД по ходатайству прокуратуры провело несколько проверок, здесь не хотят оставить людей без помощи. Такое заявление коллективное от членов Созаводческого товарищества «Восход» в прокуратуру в октябре прошлого года поступало. Сейчас эта проверка до конца не закончена. Она проводится силами сотрудников подразделения противодействия экономической преступности и коррупции районного отдела полиции. Почему не проведена окончательно? Потому что, к сожалению, дважды принимались постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы их проверили, поскольку материал в полном объеме не был собран и не были проведены все проверочные действия. В начале марта этого года очередное незаконное постановление полиции было отменено, и этот материал вновь был направлен на дополнительную проверку. Чем начнется дачный сезон для СНТ «Восход» и, главное, как он закончится? Улправда и прокуратура внимательно следят за развитием событий. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Поддержка местных инициатив – это наиболее распространенная практика инициативного бюджетирования. Участвуя в проекте, жители сами определяют направление расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные им объекты и контролируют выполнение работ. К примеру, в селе Садовое Новоспасского района местные жители помогли отремонтировать дом культуры, тем самым показав хороший пример близлежащим районам. В прошлом году в Новоспасском районе был воплощен в жизнь проект садовского сельского поселения по программе поддержки местных инициатив. За счет средств областного и местного бюджетов на сумму более 1 миллиона рублей преобразилось здание культурно-досугового центра. Жители не пожалели своих денег и собрали 51 тысячу рублей на благоустройство клуба. Огромное спасибо всему селу Садовое за их оказанную помощь. Ходили по дворам, никто нам не отказывал. Мы отнеслись хорошо и пожелали нашему клубу процветания, в нашем клубе уютно, тепло. И в программе, конечно, как сказать, в этом году мы сделали ремонт снаружи, как и хотели, как бы преобразился наш клуб внутри, а вот по местным инициативам мы сделали крышу, фасад и крыльцо. Местные танцевальные, хоровые и спортивные кружки посещают почти 100 человек. В большинстве своем это молодежь, а на разные праздники в клубе собирается практически все село. Это тысячи человек. Новый год, Международный женский день, национальные праздники и даже Дни рождения отмечают шумно и весело, а библиотечный фонд пользуется большим спросом в любое время. Сегодня приходить в обновленный клуб нравится абсолютно всем. Объясняли людям, рассказывали, в чем заключается наша инициатива, то есть как будет выглядеть клуб после ремонта. Люди отзывались на нашу инициативу, собрали денежные средства, внесли их в бюджет поселения и началась работа. Результатом довольна? Результатом, да, довольна. Напомним, проект поддержки местных инициатив реализуется в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2015 года. За четыре года по результатам проведенных конкурсов воплотились в жизнь более 250 инициатив на общую сумму свыше 345 миллионов рублей. Жители чаще всего отдали свое предпочтение ремонту сельских домов культуры. На втором месте благоустройство парков, спортивных площадок, реконструкция памятников. На третьем ремонт водопроводов. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. По многочисленным просьбам граждан движение маршрута номер 38 продлено от Центробанка до БСМП, сообщают в Управлении дорожного хозяйства и транспорта. Согласно измененной схеме движения, автобусы от Центробанка проследуют по бульвару Пластова, улицам Радищева, Красногвардейской, Корюкино, Рылеево и далее в обратном направлении. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале lpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин